Друзья, у нас радостные события, пополнение в хозяйстве. У нас калинка отелилась. Вот, я иду посмотреть. Ну, в общем-то, я уже смотрела, сбегала прям с утра. Сейчас уже иду второй раз. Может быть, надо ещё помочь покормить. Да? Могу сразу сказать, что мы всё пропустили. Ну, это, знаете, как всегда. Ждёшь-ждёшь. О, какой витрина дует. Наверное, вам ничего опять не будет слышно из моих речей. Микрофоном я так и не обзавелась. Так что, извините. Я протёл калинки. Ждёшь-ждёшь его. Вот как мы ждали. Одиннадцать дней переходила корова. И этот телёночек наш поскрёбыш. Она в прошлом году, в августе, клюковку, ой, в сентябре, клюковку свою принесла. Ну, вот сейчас в августе. А должна была корова отелиться 25 июля. А почему я знаю столь точную дату? Да, потому что корова отелилась, загуляла в первую же охоту, естественно, в стаде бык. И он её крыл. Я видела как. Но не только поэтому. Да, можно предположить, что корова гуляла и второй раз. Но здесь тоже не сходится. Потому как к нам приезжал специалист. Ей делали УЗИ. Ей ещё одной корове. Мадонне. Проверить нам нужно было в первую очередь Мадонну на стельность. Потому как она два года не крылась. У нас были большие сомнения. Ну и Калинку так заодно. Так вот, у Калинки стельность определили сразу. И сказал УЗИ 40 дней. Ну, в общем, всё сходится. По моим записям и по УЗИ. И если это 40 дней, то отёбот должен был быть 25 числа. Я всё иду в поле. И вижу, что коровы куда-то сместились. Телёнка не вижу вообще. Лежали посередине. Здесь Калинка со своей прошлогодней дочей Клюковкой. Пока понянчится с двумя. Я уже рассказывала, что эту Клюку не могу выпустить в стадо. Ей ещё только будет 11 месяцев. И под покрытие она не подходит. Мы её растим. Очень неудобные отёлы. Уже в июле месяце. Хотелось бы закрывать свой отёльный год двумя месяцами. Апрелем-маем. Вот тогда работает красота. Ну вот я почти дошла. Сейчас вам покажу, какая у нас радость. Вот животные сместились в этот угол. Наверное, приходили сюда, к коровам поближе. Калинка лежит. Да. Мухи её едят. Да, вон как глаза текут. Да, вот так глаза текут. Надо хоть тебе вымыть глаз и набрызгать куда-то между глаз. Вот клюковка знакомится с сестрой. Если я правильно разглядела, то это у нас тёлочка. Клюковка познакомилась с сестрой? Ну-ка, покажись ещё разок. Копытки ты, конечно, очень... Нет, ребята, это бычок. Какая радость. Ой, ты бычок. Да ты бычок. А я с утра выставляла видео, что ты тёлочка. Корячила-корячила тебя. А у тебя тут белое хозяйство-то. Белое. Вот бабка сослепу не видит ничего. Вот хозяйка. Калинка, чё бежишь? Господи, слава богу, что ты бычок. Не сидеть на няньках на следующий год опять. Как с твоей клюковкой. Почему я радуюсь бычку? Ну, потому что, как я уже объясняла, вот тёлка. И она, ну, живёт здесь практически одна. Вон, смотрите, поле какое для неё. Да-ка, чё ты, милый, меня-то тыкаешь, а? Милый ты мой, чё ты меня-то тыкаешь? Иди. Калинка, я всем рассказала, что у тебя тёлка. И сказала, что ты разрушила все стереотипы. Переходила 11 дней и всё равно девку родила. А нет, не девку. Ну, ладно ты сразу психовать-то. Ну, не психуй. Я тебя уже, кстати, кормила. Ты уже умеешь кушать. Это что тебе в рот лезет? Уже мухи все тебе в рот лезут. Прошла по полю, посмотрела. Калинка телилась здесь на поле и телилась. Ну, вернее, может, она в кустах. А телилась она ночью, я не знаю во сколько. Я пришла в 10. Хорошая хозяйка, да, долго спит, скажете вы. Ну, сарай она не пошла. Обнаружила я эту пару с лежащими на поле. Телёнок уже был совсем сухой. Вылизан, высушен. Красота. Не знаю, кормлен или нет, но я покормила. Послед у коровы тоже отошёл, валялся на поле. Да, кстати, такая взросло-опытная корова. А послед свой не ела. Чем меня очень удивило. Так вот он там и валяется. Где-то надо ещё убрать. Обычно коровы. Тем более, говорю, взрослые. Съедают. Во всяком случае, у нас в хозяйстве делают попытки сожрать этот послед, что я очень не люблю. И стараюсь всё время убрать, если вижу. Не даю им. Хожу, слежу даже. А тут прихожу, смотрю, лежит. На самом-то деле, я ещё подумала, что он даже не отходил. Да ты так лупишь, что у тебя всё выскакивает изо рта. А, ну кто ты? Как не чудо. Да ну ешь ты спокойно. Вот что это такое? Я не знаю, как телята научаются есть сразу. И как, когда дома, в хозяйствах своих, у кого дойная корова, телёнка поет по 3-5 литров молозива. Ну и говорят, сколько выпьет, столько и выпьет нужно дать. Так вот здесь сколько телёнок выпьет? Здесь не выпьет. Здесь он должен высосать. Сколько труда нужно приложить телёнку, чтобы выпить 3 или 5 литров молока? Да он столько даже простоять не может. Вот сейчас уже устанет и грохнется. Да она кормит тебя хорошо. Ну что ты её тычешь? Давай, соси. Не настырничай. Да не мою руку, дитятка, не мою. Тебя мать спокойная, как танк. Вот сейчас я могу прийти, что мне ей придётся сделать, и корову подоить. Потому что все соски телёнку не высосать. Вот мы второй раз сосём один и тот же. И будет плохо, если телёнок не будет брать остальные. Ну, естественно, сейчас начнётся отёк у неё в имени. И перебор. Да? Ну-ка. Беляшик у нас уже есть, но ты тоже очень белый. Поэтому сначала я хожу, помогаю. Сейчас эту калинку я сдаю, приду. Муж придёт тоже в поле. Нет, он правда спросил, надо ли калинку с телёнком пригнать. Здесь дождь идёт. Вернее, он уже прошёл. Я говорю, да не надо. Хороший, большой, здоровый телёнок. Пусть уже в поле. Пусть как хотят. Приведёт она его и до дома, если посчитает нужным. Ну, возможно, она, конечно, не хотела домой пить. Ну, ничего страшного. Да? Ничего страшного. Всё хорошо. Опытная, здоровая корова. Восемь отёлов. Калинке уже 10 лет. Да, она у меня звезда. Только эта звезда, конечно, с каждым годом. Всё хуже и хуже. Всё позже и позже рожает. Никак она не может выправиться. Вероятно, всего после одного, ну, после одного выкидыша. Потому как мы приехали вдруг к корове. Ну, уже в стадии всё было спокойно. Много времени прошло. Июнь, июль осеменение. И вдруг на 7 ноября, красный день календаря, корова гуляет. Вот, и получилось, что у неё отёл вот такой поздний. Тёлку она вырастила хорошую, большую. Вот, такую здоровую. Но только немножко поздноватую. Значит, этого тоже вырастет неплохого. Ну, вы, наверное, все поняли уже, почему я не хочу тёлку, а лучше бык. Потому что быка можно держать сколько угодно, да? Ну, и, в общем-то, реализовать его можно тоже в удобное время. Обычно у нас отъём в ноябре. Ну, эта клюковка с матерью жила во дворе в сарае, потому что маленькая была. Здесь пара, наверное, тоже будет жить во дворе в сарае. Потому как телёнок окажется самым маленьким. Но это я говорю на тот момент, когда придёт зима. Когда будет ноябрь месяц, ну и постановка на стоило отъём всех телят. Его не отнимешь. Миленький, ты опять ко мне идёшь? Вот у тебя тоже копытка подворачивается. Вот эти матери столько передерживают, блин, старые курицы. Да? Столько передерживают своих телят, что у них потом копытки подворачиваются. Ну, пойдём, буду ещё как-то помогать кормиться. Я могу про своих коров и телят рассказывать сколько угодно, сколько угодно вечно. Вот, они даже за разу в рот лезут. Ну, впрочем, вот сейчас начнут писать уже. Грязная корова, помойте. Вот, да, грязная. Смотрите, какая грязная после отёла. Ну, я не буду мыть корову. Не мою и не буду мыть. У меня корову жаут на улице. Всегда у них вольное, беспривязное содержание. Свободный выгул. Вот шёл дождь. Помулись. Лягут траву мокрую. Что-то, да, очистится. До этого тоже видео показывала одно. Давно ещё. Или всё писали. Могли бы вымыть коровье вымя. Как вы себе представляете, должна бегать за полста коровами с ведром воды. И вот так вот подмывать. Вот она сейчас придёт. Может, грязь ляжет. Измажется так, что мама не горюй. Ну, ещё пока маленький телёнок. Он вот так подпускает. И даёт его и трогать, и это. Дальше он не даст. И коровы у меня отнюдь не ручные. Это только калинка ручная. Ну, ещё несколько. И то она стоит хорошо. Потому что телёнок рядом. Вот она не махнёт ни ногой, ни головой. В мою сторону. Даже если я сейчас приду с ведром и буду её доить. Да-да-да. Давай-давай-давай, старайся. Старайся. Да, придётся доить. Я уже просил проверить твои рога. На. Сейчас проверим рога. Вот эти какие-то ранки уже на сосках. И вот этот сосок весь какой-то обветренный, корявый. Калинка, ты со своим выменем, у тебя из достоинств только были рога огромной величины. Вот, которые мы отпилили. И слава богу. И вымя. Вот то вымя, которое вы видите у коровы, оно отнюдь не гирефордское. Оно, ребята, таким быть не должно. У гирефортов должно быть маленькая, компактная вымечка. Чтобы телёнку было удобно сосать. И как раз, чтобы оно и не пачкалось. Ну и вообще, молока немного, проблем тогда не будет. А вот с таким выменем сейчас первое время. Да и, Марина, не хочу эту калинку. А доить придётся. Давай-давай-давай-давай-давай-давай сам. Давай сам-сам-сам. Сам-сам-сам. Эту, по-моему, не брала ещё. Видите, вот, как вы скажете, грязная. Но, тем не менее, телёнок берёт и начинает сосать. Давай-давай. Пей со всех молочков молозе. Пей. Проголодался. Время уже много. С утра прошло. Да, копытка, да, подвернулась. Ладно, сейчас и Дименчику колем. На солнышке выправишься быстро, бегать начнёшь. Ты уже не первый в этом году такой. Ну, куда пошёл-то? Куда пошёл? Калинка, молодец. Я тебя поздравляю. Ты всё сделала сама. Молодец. Просто молодец. Я рада и довольна. Ребята, я честно скажу, я как бы правильной. В Калинке не сомневалась. В том плане, что она сама отелится. Да, конечно, за такой престарелой дамой надо бы понаблюдать. Но я ночью спокойно. Днём хожу, конечно, смотрю. А вечером посмотрела. Ну, нет так нет. Что сделаешь? Значит, сама. И вот утром пришла, и это чудо. Это чудо стоит с утра. Да, даже не опознанная. Так, ну что, мои пальцы, думаешь, вкусные? В моих пальцах только всякая ерунда. Знаете, у них такие липкие слюни. Такие липкие. Лучше всякой мазилки. Вот когда доярки доят, да, садятся хозяева доить. Мажут всякими мазями, там, кремами, не знаю, вазелинами. А я, когда даю, ничем не мажу. Сосёт телёнок. Так, я беру вот эти слюни, вон они, смотрите, у меня даже летит. И мажу второй сосок. И даю. Телёнок один доит, а я рядом даю. И будешь ты теперь, Калинка, дойной коровы у меня неделю. В прошлом году 10 дней. А до этого мы доились месяц. И такая жара стояла, лето. И мы как проклятые в этот сарай ходили. Ну ладно, пойду за ведром. Дойку, наверное, вам не покажу. Потому что меня никто не снимет. Да, идёшь, идёшь, идёшь. Ну да ладно. Все вы видели, как доят коров. Я сейчас буду в ковшичек. Потому что вымечка у нас до земли. И она не настолько спокойная, чтобы мне давала доить. Прям давала-давала. Как вот, знаете, как дойная, спокойная корова, да? Она, конечно, к этому не привучена. У них телята на подсосе. Всегда. Давайте, счастливо оставаться. Олег, на самом деле, встаёт очень рано. Сегодня в 6 утра ушёл. О, что вы несёте всей стаи? Что? Вас уже обедом кормили, я точно знаю. Пошёл варить свой агрегат. Как всегда, в разгар сезонов сенокосных что-нибудь доломается. Он вчера приехал с недокошенного поля. Часа 4, наверное, всё это снимал. И сегодня вот уже 5 часов варит. Но смотрю, что установил. И ушёл на обед, пока я ходила. Снимал он весь вот этот вот агрегатище. Вот этот вот всё. И переваривал он вот этот вот железный механизм. Сказал, что отвалилось. Отвалилось всё. Вот пока его нет. Я вам маленько показала. Он меня очень не любит, когда я всё это снимаю и комментирую. Если починил, значит, поедет косить. Покосов ещё много. Хозяин, ты идёшь? Сейчас я ему скажу, как я лоханулась. Олег! Да? Я была у Калинки. И что? Калинка, я сказала. И там бык. Там бык? Да. Хорошо, ты смотрел. Сюда. Хорошо, у него просто белые кокошнички висят. Они рыженькие, как обычно. Ты рад? Да, я рад. О, и рога опять не посмотрела. Вот вроде и не сложно фермером быть. Ну, что там за скотиной ухаживать? Как могут подумать некоторые. А вот, оказывается, не только надо и с техникой быть на ты. Понимать, где что сломалось. И как это починить. Вот, смотрю, колесо уже поставил. Значит, сейчас поедет. Потарахтить чуть-чуть. Прибежал домой пообедать. Ну, по факту-то уже поужинать. По времени. Ну, говорит, поеду, испытаю. Поломка всё-таки была. Непростая. Поэтому надо попробовать. Ну, а я пойду домой. На огород. Сниму огурцы. Ну, и посолю маленько. Буду огурцы солить. Немножко листиков порвать. Я кладу чёрную смородину. Укроп. Чеснок. И вишню. Иногда хрен. Вот, сейчас найдём укропа в зарослях. Здесь у нас ничего не растёт. А укроп самосевом вылез. Вот так. Две веточки и хватит. Ну, ещё вишенок подёргаем. Каждый год занимаюсь этими соленьями и маринованиями. Убираю одно. Ну, с подвала одни банки, чтобы засолить другие. Ну, либо банки покупать надо. Скоро уже места на стеллаже не будет. Вот парник у меня не очень хороший в этом году. И огурцы тоже. Вот смотрите, что с ними стало. Видно, да? Вот листья прям желтеют и сохнут. Я испробовала уже народные средства. Такие, как посыпать золой. Глянут они не от того, что нет влаги. А вот по какой-то другой причине. Сейчас приходила, огурцы собрала. Позавчера их подкармливала этой золой. Окучивала. Надо сегодня ещё полить. И помидоры тоже. Вот вроде неплохие кусты стоят. Но уже стали... Ну, смотрите, поскольку много. Всё, уже фитофтора. Хотя ягод-то тут ягод на них. Не такое большое количество, да? Чтобы им было загнуться. Чего не хватает в этом году? Не знаю. Есть, конечно, и красивенькие. И перец тоже. Странно выглядит. Вот смотрите, куст, да? Что с ним не так? Причина висит. Ну, вот рядом куст. И все следующие. Вот, абсолютно нормальное пока. Ну, в общем, я, наверное, не очень хозяйка. Я не мастер огородных дел. Но свои плоды, произрастающие в парнике, я ничем не пичкаю. Как, смотрю, люди добавляют через 7 дней одну подкормку. Дальше другую. Через 10 третью. Ещё пятую. Десятую. Я не делаю ничего. Вот что выросло, то выросло. Посадила. Поливаю. Ну, всё хорошо. Сам парник, естественно, с хорошим удобрением в виде навоза. Под огурцами перегной глубоко был закопан. Как это говорят, тёплая грядка. Ну, и всё. Дальше всё растёт. В принципе, растёт само. Я не жалуюсь. А нашу семью и детям хватает возиться только с этими всеми плодами и бегать по огороду круглосуточно. Я не намерена. У меня достаточно. Видите, крапивища какая выросла у бочки. Потому что всё это время поливала. С бассейна. У меня не столько времени, чтобы уделять его огороду. Всё необходимое растёт. Кабачки, капуста. Хотя и кабачки, и капуста у нас помёрзли в этот раз. В июне месяце я высаживала по второму разу. Но, тем не менее, они растут. Морковка неплохая. Свёкла уже тоже на свежий борж дёргала. Яблонька вот эта хорошая. Вкусные яблоки на ней. В этом году есть. А вот яблонька от вчерашнего урагана, похоже. Я даже ещё не видела, как она сломала ветку себе. Ну всё, это уже надо. Олег, наверное, тоже ещё не видел. Это наши древние яблони. Посажены фактически первые. Вот это как антоновка. Ну а это по типу белого налива. Только у неё бачка красные, вкусные. А вот эта слива вообще просто бесполезная. Я предлагаю её выкорчевать. Она уже пол сада занимает. Толку никакого. Пёсель, спишь? Ума. Что у тебя на носу-то налипло? Какая-то... Смети. Слушайте, петунья. Посажены были. Ну, конечно, поздновато. Вместе с помидорами. А это в марте месяце. Надо пораньше. Вот они только... Только начинают активно, так скажем, зацветать. Здесь насажена у меня ещё одна грядка. От жадности же всё. Делаем. Посадила два пакетика семян. Нет, три разных. Но приехала родственница. Она же мне их начеренковала. Насадила больше, чем было. Но теперь тут произрастает. Ну, ещё кто бы выпалил. И хоста зацвела. Атуем много-много лет. Говорили, что они будут всего полтора метра. А они уж вон по четыре. Ну, в общем, всё. Вода уже, наверное, закипела. Ну, вот оно, мое добро. Огурцы на засолках. Первый раз заливаю кипятком. Уложив огурцы и все специи. Потом это его доставаю. И варю посол. Добавляю туда соль. Ой, соль у меня всегда какая-то проблема. Мне кажется, что они всегда солёные. Хотя я читаю разные рецепты. И даже взвешиваю. Сейчас положила по столовой ложке без горки. Сейчас закипит. Залью. Крошечками закатаю. Переверну. Постоят и в подвал. На зимнее хранение. Будем с огурцами. settled. Окей. Крошечка.